24 ноября – день рождения великого полководца Александра Васильевича Суворова. Но Кобринщин не всегда с особым почтением относится к этой дате. Ведь подвиги военачальника многочисленны, его мужеством и героизмом не восхищаться нельзя. 284 года тому назад в Москве, в небогатой дворянской семье, родился человек, чье имя стало символом славы России. 20 походов, 63 сражения, ни одного поражения. Александр Васильевич Суворов – единственный в мировой военной истории полководец, который никогда ни одной баталии не проиграл. Сегодня, спустя много лет, в Кобринском доме полководца расположен военно-исторический музей. Этот памятник архитектуры 18 века вызывает интерес как у белорусов, так и у зарубежных гостей, приезжающих на Кобринщину, чтобы окунуться в историю, увидеть своими глазами место, где провел долгие годы великий военачальник. Нашей съемочной группе не удалось побывать в музее. В данный момент его двери закрыты для посетителей. Причина тому – реставрация. Домик уже сегодня отремонтирован. В нем идет реэкспозиция, то есть восстанавливается экспозиция. Она по-прежнему будет посвящена жизни и деятельности Александра Васильевича Суворова на фоне военной истории 18 века. И на сегодняшний момент весь научный состав музейных работников скрупулезно работает над оформлением этой экспозиции. Посетители в будущем увидят бесценные музейные коллекции. Оружие холодного, огнестрельного, нумизматики военного, обмундирование, амуниции, снаряжение российской армии и армии тех стран, которые противостояли русскому оружию. Нет сомнений в том, что обновленная экспозиция заполнит некоторые пробелы в биографическом очерке великого полководца и позволит узнать новые факты из-за отрезка лет, проведенных им на Кобринщине. Продолжение следует...